Здравствуйте! У нас сегодня новая экспериментальная передача в формате, который мы еще сами не определили и будем определять его по ходу пьесы. Мы сегодня позвоним нескольким моим друзьям. Передача называется «Свобода слова для Степановой Александры и ее френдов» и друзья будут не мои обычные друзья, а именно мои друзья в контакте, в социальных сетях, с которыми я иногда общаюсь только через интернет и, может быть, с некоторыми буду впервые разговаривать по телефону и услышу и голос. Мы обсудим некоторые новости города или новости, которые происходят в жизни моих друзей, а также новости, которые касаются их общественной деятельности и их помощи, то есть как социальные сети помогают нам делать что-то новое, может быть, менять мир к лучшему или менять чью-то жизнь к лучшему, как-то помогать или развлекать друг друга. Сегодня у нас в списке несколько новостей с контакта и мы в прямом эфире просматриваем новостную ленту. Например, можем обсудить новости как из российской газеты, так и новости каких-то социальных групп и новости моих друзей, которые постят их прямо сейчас. Например, сейчас у меня в контакте новости российской газеты о том, какой будет новая форма для солдат, о том, что на юге Москвы произошло страшное убийство и еще моя подруга пишет, что у нее скоро зарплата. Можно что-то за человека порадоваться. Вот еще у меня всегда очень много в контакте новостей про бездомных животных и немного про просто новости города и какие-то личные события моих друзей. Вот. Скоро мы будем звонить уже к какому-нибудь из первых людей в нашем списке. Вот. Сегодня я в контакте, ну так мельком просмотрев новости, отметила для себя, что даже в российской газете написали про то, что в Перми у нас действует какой-то маньяк, который убивает пенсионеров. Хотелось бы позвонить, конечно, и обсудить эту новость. Алло. Алло, Вероника, здравствуйте. Здравствуйте. Это Саша. Мы с вами созванивались по поводу нашего общего мероприятия, которое пройдет в начале декабря. Вот, расскажите, пожалуйста, что это за ярмарка будет и как она называется? Наша ярмарка называется «В кругу друзей». Мы решили приурочить ее к 5 декабря, дню добровольца, и к Новому году. В принципе, на ярмарке мы решили собрать несколько волонтерских групп, которые помогают различным ценам населения, то есть детям, престарелым людям, возможно, даже и животным. И на этой ярмарке они будут презентовать себя. На этой ярмарке люди, которые хотят присоединиться, к ним могут приходить, могут помогать какими-то вещаниями. Кроме того, на ярмарке будет небольшая такая выставка работ мастеров Пиреи. И любой желающий сможет приобрести сувенир. Также будет концерт и работа интерактивных площадок по интересам. Вероника, скажи, я насколько понимаю, ты занимаешься группой помощи «Внучки», которая занимается помощью домов для престарелых? «Внучки», да. «Внучки, там просто двойное ударение в контакте». «Просто, извините, мы слышали девочки, внучки, я слышал, что внучки». «Да, я слушаю». «Плохо слышно». «Плохо слышно?» «Да, вот не услышала вопрос». «А еще раз можно вопрос?» «Да, я хотела просто спросить, где находится этот дом престарелых? И как ты начала этим заниматься? И в чем, в основном, ваша помощь заключается? Потому что мне тоже хотелось бы как-то, может быть, поучаствовать в этом? Ну, вообще, мы, как бы сказать, организовались примерно в январе этого года. И, то есть, будет год, как мы посещаем дома престарелых. В принципе, сначала у нас был только один дом. Но в верхней курьере сейчас уже их целых шесть штук. Ну, в принципе, мы такая помощь, что проводим концерты, различные праздники. Поздравляем бабушек и дедушек с днем рождения. Но в основном мы приезжаем к ним просто, ну, в такие будние дни, либо выходные, просто чтобы посетить их, поговорить. Потому что им именно не хватает общения, внимания. А вот простых таких человеческих. А сколько там живет человек? Ну, вот в верхней курье, например. В верхней курье их, ну, человек 120. При том, что половина не ходячая. И поэтому те, кто может сходить, конечно, спускаются. Мы для них организовываем чайпития, концерты. А для тех, кто не ходит, мы, когда приезжаем, обязательно к ним заходим в гости. А как это выглядит? Это какой-то дом, где они все живут? Или это несколько домов как комплекс? Нет, это один дом, где они все вместе живут, разделенный на... Как назвать это? Ну, в общем... Как сказать? Я тоже не знаю. Ну, да, в общем, это один дом. А скажи, вот что из самых необходимых вещей, которые туда можно передать? Это что-то более развлекательное? Или им не хватает, может быть, даже чего-то вот, ну, элементарных гигиенических каких-то вещей? Или одежды? Или можно туда более что-то интересное для них? Может быть, какие-то игрушки? Вот как раз игрушки могут выделяться во всех домах, когда каждому привозили мягкую игрушку. Они радуются, как дети, и потом и спят с этими игрушками, целуют их. И эта акция у нас продолжается до сих пор. Кроме того, конечно, можно привозить какие-то средства для личной гигиены. Кроме того, им очень нравится, нравится, когда им дарят радиоприемники в комнату, потому что делать нечего в течение всего дня, а так они хотя бы слушают радио. И если, например, брать дом престарелых в Губахе, то там, конечно, требуется и одежда, потому что дом престарелых там, как бы сказать, заброшенный, старички живут сами по себе, и, например, зимние одежды очень нуждаются. Мы дадим ссылку на твою страницу, и твой контакт на телефон укажем. И вот что через себя можно передать? Самое необходимое – это радио, игрушки и вещи, какие-то одежды, да? И приехать, провести время. А, и еще можно различные украшения для комнаты, какие-то картины, рисунки. Чтобы домашняя была обстановка. Шторы, да, различные такие вещи. Ну, я думаю, что много у каждого дома таких вещей, которые вроде бы себе уже не нужны, кому-то могут действительно не понадобиться. А как проходят ваши поездки? Вы вместе автобус, может быть, нанимаете, вместе едете или на машинах? На машинах к нам вот сейчас присоединяются все больше людей, которые как раз имеют свои автомобили. Ну, если Верхний Курью, мы собираемся на остановке. Там есть автобус, который идет практически до этого дома. В общем, на автобусе. Если это Краснокамск, Култаево, то, конечно, едем на машине. И вот в декабре, в Губаху, мы собираемся ехать на электричество, такой дружной компанией, поэтому любой желающий может к нам присоединиться. А это выходные проходят обычно, да? Да, обычно выходные, суббота, воскресенье, чтобы как можно больше на разу. А дата ярмарки в Кругур, друзья, она уже определена? Дата ярмарки точно нет, но это будет либо 8, либо 9 декабря. И то есть там все волонтеры смогут вместе познакомиться и обменяться каким-то опытом? Да, конечно. Мне вот еще интересно, донорская, например, помощь Пермскому центру, по-моему, онкоцентру для детей. Там тоже с ними можно какие-то совместные акции проводить, да? Поддача крови, например. Да, вот как раз на ярмарке будет присутствие представителя, такой волонтерской группы, где с ними можно действительно поговорить поподробнее на счет обеспечениях. Ты же сама со многими общалась? Ну или деятельностью какой-то занималась во многих группах, или ты в основном одной занимаешься? Опять плохо слышно встану. Да, я хочу спросить, ты сама вот лично участвовала в мероприятиях вот разных уже этих групп, которые приглашены, или ты в основном занимаешься только домом престарелых? В принципе, основное такое направление моей деятельности – это дома престарелых. Но иногда все же езжу в детские дома с Детоморозьем. С больницы на Квалнаде активно сотрудничали. А вот с остальными даже я сама, наверное, более подробно смогу познакомиться именно на вот этой ярмарке. Ну это очень интересное собрание, которое организуется через интернет, опять же. Вот вам сильно помогают социальные сети собрать всех людей? Да, потому что основная агитация у нас проходит именно в социальных сетях в нашей группе. И вот именно когда мы собираем какие-то вещи, подарки, все это как раз идет через социальные сети. Хорошо, ладно. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо за информацию и за помощь. Я надеюсь, что у нас получится вместе что-нибудь сделать. Такой интересный разговор у нас получился. И на самом деле я думаю, что там даже есть тема для того, чтобы разговаривать часами, потому что там будут собраны действительно представители, наверное, десятков групп, которые помогают и в качестве больничных клоунов, и в качестве доноров крови, и в качестве волонтеров, приютов для детей, для пенсионеров, приютов для животных, ну, совершенно различных организаций, и также организации, которые занимаются каким-то благотворительным хендмейдом, ну, шьют интересные поделки, что-нибудь вырезают, клеят. Вот. В социальных сетях сейчас появляются новости про то, что пришла зима, очень популярная новость. Фотографии. И сейчас что-нибудь поищем из более официального, что относится, может быть, к жизни города. Может быть, зайдем на страничку Пермактивное. И посмотрим, что сегодня произошло в городе Перми, и что обсуждают пермики. Сегодня мы еще позвоним Лере Ракитиной, которая является куратором мероприятия «Пермские Астафьевские чтения». Алло. Сейчас будет налажена связь, и она нам расскажет про комплекс целых мероприятий, которые будут проводиться в городе Перми, и будут оккультуривать пермяков. Так, сейчас я найду эту новость. В рамках этих Астафьевских чтений будет проходить спектакль «Мхат» имени Чехова. Алло. Установлено ограничение связи. Получается еще связаться. Алло, Лера. Вот, Лера является куратором этого мероприятия и организует вот этот комплекс спектаклей, кинофильмов и презентаций. Алло. Алло, здравствуйте. А я думала, что я звоню Лере. Нет. Миша, это я тебе позвонила? Да-да-да. Ну, черт побери. Ладно, а ты не знаешь телефон Леры? Ты мне скинул ссылку на ее страничку. Сейчас. Да-да-да, сейчас я кину тебе. А ты мне лучше продиктуй. Мы уже в эфире, нам уже нечего терять. Ты думаешь, я знаю номер? А ты не знаешь номер куратора? Тогда ты нам все расскажешь сейчас. Нет, наизусть, естественно, не знаю. Давай я с тобой просто поговорю. Это буквально разговор на 5-10 минут. Это у нас репетиция. Вот, смотри, я увидела новость в социальных сетях, что у нас будет представлен спектакль МХАТ имени Чехова «Перелетный гусь», и он завершит 10-е российские гражданские оставки в своей чтении. Расскажи, пожалуйста, это как с твоей работой связано? А, все верно. Еще раз последнее несколько слов. Скажи, пожалуйста, как это связано с твоей работой? Как это связано с моей работой? Ну, непосредственно, на самом деле, связано. Виктор Астанчев – это тот человек, в рассказах которого как раз-таки отражена вся суть движения за свободу человека в Стернском крае. Ну, и, собственно, все Астанчевские чтения, они приурочены к этой теме. А спектакль «Перелетный гусь» – он по произведению, по одному из произведений Истера Астанчева. Скажи мне, пожалуйста, просите меня. Астанчев жил в Пермском крае в какой-то период? Астанчев жил в Пермском крае, он здесь родился, достаточно долго прожил. Еще один достаточно большой период своей жизни – он жил в Красноярске. Но в своей родине я все равно всегда считал Пермь. А борьба за права человека, она как-то связана с Пермь-36? Еще раз? С Пермь-36 этот проект тоже связан? Про Пермь-36 я хотела спросить. Я понял, да. Ну вот, собственно, вся деятельность организации Пермь-36, она направлена на борьбу за свободу человека. И, собственно, писатель придерживался той же позиции. Плюс он был очень хорошо знаком непосредственно с музеем и с другими проектами музея, такими как Пелораймах. И принимал в них, собственно, непосредственное участие. Но он заключенным не был? По многому способствованию таких проектов. Но он заключенным не был? Заключенным не был. Ну, очень хорошо. А расскажи, пожалуйста, вот про этот спектакль. Когда будет возможность в Перми его посетить? И сколько раз? Пелораймах будет 3 декабря. Один раз? В Тюзи. Да, он будет один раз. Билеты, собственно, в всех речных кастах города. Интересно. А какие еще мероприятия в рамках вот этих астафийских чтений проходят? В рамках астафийских чтений проходят кинопоказы, киносалоны «Премьер». Это как раз фильмы, посвященные Виктору Астафьеву и его творчеству. Также проходят выпуски в картинные галереи. Это в основном будут представлены картины художников-шестидесятников, которые творили в период нового творчества Виктора Петровича. Ну и кроме того, серия концертов, выступлений театров. Это гастроли театра «Возвращение», вернее, правильно сказать, театральная группа «Возвращение» по северо-восточным городам края. Это Губаха, Лысый, Часовой. Затем выступление новой оперы. Это будет в эту пятницу в органном зале, если не ошибаюсь. Ну и вот как раз в заключении это «Пролетный гусь» спектакль. Ты купишь для нашей группы билеты? Да, тогда, вроде бы, но знаю, все. Мы группой сходим на этот спектакль? Ну, я подумаю. Подумай. Ты для нас оставишь билетики? Всем не обещаю, но какой-нибудь инициативной группе вполне себе. Хорошо. Будет ссылка на твою страницу ВКонтакте, и все смогут посмотреть более подробную информацию об этом спектакле. Спасибо тебе большое. До свидания. Пожалуйста. Давай, пока. Да, такая накладка вышла небольшая в прямом эфире. Перепутали номера, но главную информацию мы получили о том, что будет проходить спектакль МХАТа. Причем Миша мне обещал, что билеты можно купить на МХАТ всего лишь за 300 рублей. И это очень привлекательное предложение, и я думаю, что надо скорее сходить в кассы и приобрести эти билеты. В новостях ВКонтакте я обычно вижу, ну, кстати, вот из группы юридическая помощь разнообразит фотографии кошечек и собачек. В группе юридическая помощь обычно выкладываются какие-то кейсы и конкретные дела, и человек где просит помощи. И юристы, которые со всей страны выходят в социальные сети, предлагают ему варианты решения проблем. Ну, кстати, это как вариант, действительно, возможность решить какие-то свои проблемы, хотя консультация онлайн не всегда достаточно компетентна, но, может быть, в какие-то направления она человеку даст, и он сможет уже очно прийти к юристу и получить какую-то информацию, которая ему поможет. Вот. Вот еще мы видим новости из гипермаркета «Семья», который недавно проводил конкурс для кошек по поводу разыгрывания кошачьего корма. В этом конкурсе, кстати, мы с приютом «Лапушка» получили приз, 100 упаковок корма для кошек, и порадуем животных. Также в новостях в Перми пишут о том, что в Перми безработный на БМВ въехал в столб. Безработный на БМВ – это нормально для Перми. Это случилось вчера в 16 часов по бульвару Гагарина со стороны Южной Дамбы. Автомобиль БМВ двигался со стороны Дамбы, и в районе дома номер 80Б водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень справа по следующим наездам на опору линии электропередачи. Я по роду деятельности часто читаю сходки из ГАИ. Достаточно всегда печальная, поэтому хочется, чтобы люди чаще собрали правила дорожного движения и не рисковали. Алло, ничего не слышно. Алло, Лена, слышишь меня сейчас? Да. Да, привет. Сейчас я найду новость, которую я у тебя нашла на странице. Я себе сделала... Нормально это? Что? Нормально, что я в автобусе еду? Ничего страшного? Да, тебя хорошо вообще слышно. У тебя отличный автобус. Вот это сколько лет я надевляю. Да, мы сейчас 5-10 минут буквально с тобой в репетиционном режиме обсудим новость. Я вот у тебя видела приглашение на встречу ТЭТАТЭТ 20 октября и далее. То есть ты постоянно приглашаешь на какие-то встречи. Я хотела у тебя спросить, что это за встречи и с чем они связаны. Встречи в рамках социального проекта, называется ТЭТАТЭТ, направленные на организацию досуга работающей молодежи. А, то есть это благополучная работающая молодежь, и для нее нужно какой-то досуг организовать. А что вы обычно делаете? Самый благополучный акт. А что вы обычно делаете там? Смотрите, вообще проблема, которую решали в рамках социального проекта, это сжение круга общения после выхода из высшего учебного заведения. Или просто при устройстве на работу. То есть пока человек работает, учится в школе, в институте, в учебном заведении, у него круг общения достаточно широкий. Потому что в рамках учебы ему приходится общаться с многими людьми. До того, как он выходит из учебного заведения, начинает работать, круг общения его сужается. Вот, в соответствии с этим мы начали реализовывать этот проект. То есть решали эту проблему. Я сейчас понимаю, что эта проблема реально есть. Попробуйте позвонить и еще раз. Сейчас связь прервалась. К сожалению, связь прервалась. Но проблема действительно есть. Я вот об этом не думала до того, как Елена сейчас это сказала. Что действительно после окончания университета значительно сужается круг общения. И те друзья университетские, с которыми я встречаюсь, мне часто говорят, что им на работе не хватает элементарного общения, которое было у нас в группе. Когда все приходят, там 20 человек собираются, садятся и каждый рассказывает. Алло, я тут рассказываю, рассказываю. Алло. Алло. Алло, да. У нас связь прервается, но это нормально. У нас репетиция. Вот. Дальше. Я сейчас говорила про то, что ты реально мне сейчас указала на проблему, которая существует. Я прям вот ее прочувствовала за год, когда я закончила университет. Но никто мне не помогал. Почему ты раньше меня не встретила? И что вы тут делаете, я хотела спросить, вот в рамках этих встреч? В рамках этих встреч? Я только что это все рассказала, видимо, у тебя вообще тоже отключилось. А, да-да-да, у нас связь прервалась как раз на этом. Смотри. Или это какой-то социальный проект городской? Нет. Ну, на самом деле, это вообще все получилось спонтанно. До конца конкурса «Город это мы», нам мой знакомый сказал, вы знаете, этот конкурс приходит, поучаствуйте. У нас идея такая давно была, просто мы почему-то ее не развивали. Вот предложила нам, мы написали за две ночи, и каким-то чудом мы его выиграли. Ничего себе. А где вы собираетесь? Собрание мы проводим или... Ну, вообще, вот эти вот мероприятия, где они проводятся? В кафе или у кого-то дома, или в каком-то, не знаю, учебном заведении? Нет, они проходят в помещении в автошколе. А, в помещении в автошколе? А как вы его нашли? Просто сами? Да. Или вы выделили его? А сами нашли? Нет, так вот, да. Интересно. А, слушай, еще расскажи, а ближайшие-то встречи когда готовятся? То есть туда приходят просто люди, которые, не знаю, не учились вместе и начинают общаться? Да, причем у нас так получается, что после встречи нам люди говорят, что они как будто друг друга давно-давно знали, что они какие-то там... В общем, что атмосфера очень располагающая, люди очень быстро разнакомятся. Круто. А когда будет ближайшая встреча? Она уже закончилась. Последняя встреча была в эту субботу. А, все, ты грант отбила и больше не будешь организовывать? Нет, мы собираемся еще участвовать в конкурсе, но в рамках вот этого конкурса, в рамках этого проекта все он закончился. А какие вам ресурсы нужны, чтобы организовывать вот эти встречи? Ресурсы? Да. Если без социального проекта, в принципе, если не участвовать в конкурсе, нужно помещение, мы там организовали кофе-брейки, то есть нужно какое-то питание, вот, в принципе, все. А, то есть кофе-брейк, он был бесплатный для участников? Да, да. А если каждый скинется на печеньки, то можно организовать те же самые встречи? Если скинется на печеньки и организовать место проведения, то и найти деньги на реквизиты, которые мы использовали, то да. А какой реквизит там был? Ну, всякие канцтовары, вечки, вещи, которые, в принципе, нам нужны были. Там мы ткань покупали для одной встречи. В общем, такие мелочи. Не сдавайся, надо где-нибудь в антикафе продолжать эти встречи. Там уже тоже подумала, да. Там много карандашей, бумаги, и можно знакомить людей. И после университета действительно как-то становится многим одиноко. Спасибо тебе большое за информацию, мы дадим ссылку на твою страничку ВКонтакте. Вот. Ну, мероприятие, я думаю, очень интересное, молодежное. Я почему-то раньше думала, что если это какое-то мероприятие по гранту от города, то, скорее всего, это что-то будет для, может быть, каких-то, ну, не знаю, неблагополучных семей, подростков. Может быть, людям, которым действительно нужна какая-то социальная помощь в таком общепринятом смысле. Оказывается, что это просто мероприятие для каждого. То есть, поучаствуя в нем, ты не занимаешь чье-то место, кому оно нужнее, а просто используя, получается, проводишь досуг и заводишь новые знакомства. Это очень интересно, как эти встречи проводятся через интернет, собираются люди и приходят и знакомятся. Это тоже какого-то рода, наверное, социальная сеть, когда люди договариваются о встрече и вот так вот знакомятся. Сейчас мы звоним еще одному моему знакомому Николаю, Николаю Смирнову, с которым мы случайно познакомились ВКонтакте, и он очень много интересных предложений делает. Алло, Николай, здравствуйте. Это Александра. Вот, я хотела бы с вами поговорить вот о некоторых новостях, которые я часто вижу ВКонтакте, в новостной ленте, и о вашей группе «Помощь в трудной ситуации». Вот, как вообще эта группа появилась и когда? Ну, группа появилась где-то месяца-полтора назад. Просто захотел оказывать людям помощь и поддержку, потому что у нас осталось не очень много людей, которые могут и хотят это сделать. Некоторые хотят и там, точнее, могут и не хотят это делать, и хотят, но не могут. Находят разные причины, чтобы этого не делать. Вот, ну, я считаю, что люди должны помогать и себе, и своим ближним. Ну, это круто, вот так с нуля все организовать, что-то пытаться делать. А что в основном, вот какую помощь там люди просят через эту группу? Ну, в основном, два основных направления – это первая помощь детям, вот, то есть, которые изначально с рождения оказываются в сложной ситуации со здоровьем, с какими-то врожденными заболеваниями и тому подобное. И второе направление – это, конечно же, помощь животным. А, ну, помощь приютам. Я вот часто вас прошу размещать эти объявления. А, расскажите, чем вы вообще занимаетесь? То есть, это у вас как досуг? Я еще вижу у вас новости про розыскное агентство, кажется, или детективное агентство. У меня новости про детективное агентство. Ну, да. Или это что-то не у вас? У меня друг держит детективное агентство, я у него в группе состою. А-а-а. Но на деятельности я тренер в Пенской городской федерации кейтбоксинга. А, понятно. Я почему-то и подумала, что вы как, не знаю, как человек физически подготовленный, занимаетесь детективной деятельностью. А вот еще хотела спросить про вашу группу. То есть, вы там продаете еще и какие-то товары благотворительно, да? Да, у нас очень много различных каких-то компаний, да, или частных предпринимателей, которые занимают купли-продажи разных товаров. И многие из них подходят к бизнесу первичным образом, что они какой-то процент отчисляются на помощь тем же приютам, где на машинах животных или детским домам. Вот, ну, я решил поступить подобным образом. Как раз у меня в стадии развития находился такой небольшой проект по продаже обложек для документов. И я этот проект полностью перевел на помощь приютам для животных. То есть, я работаю по этому проекту в ноль. Все прибыли и отдаю приютам. Да, спасибо. Вот эта помощь уже дошла до нескольких животных. Они получили ветеринарную помощь, и мы им нашли новых хозяев. Спасибо. Я хотела вас за это еще раз поблагодарить, потому что редко с вами удается списаться. А где эти обложки вообще вы берете, и кто вам их печатает в Перми? Обложки для документов. Есть фермопроизводитель, который по понятным причинам я не буду разглашать. Вот это, так скажем, моя коммерческая тайна. Вот они когда-то около нескольких месяцев назад вышли на меня сами и предложили в своем регионе заняться этими обложками. Николай, а вот вы видите же просьбы о помощи из разных групп, из помощи детям, помощи животным. Вы в каких-то еще мероприятиях, может быть, участвовали или хотели бы поучаствовать? Или вы хотите рассказать о каких-то новостях, которых вы из этой сферы в последнее время видели? Ну, к сожалению, мои грехи с вами не позволяют нам много где участвовать, но по возможности я, как уже любую помощь, это финансовую, по возможности, так и физическую помощь. Мы вот сейчас обсуждали с одной из моих знакомых то, что будет в начале декабря проходить ярмарка, где будут встречаться волонтеры различной группы. Например, там будут встречаться зоозащитные организации, доноры, люди, которые помогают Пермскому онкоцентру для детей, люди, которые помогают домам престарелых, и можно будет прийти на эту презентацию и со всеми познакомиться. Так что, может быть, вы посетите тоже? Если время будет позволять, то без проблем, если будет более время. Ну, я тоже хотела посетить это мероприятие, может быть, мы с вами там очно увидимся. Я думаю, что мы с вами еще свяжемся и поговорим об этом. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Хорошо. Всего доброго. Так, вот Николай, это, получается, пример человека, который просто хочет помогать, и он создал ВКонтакте группу, в которой уже, насколько я знаю, несколько сотен человек, и там постоянно размещается информация о помощи, причем совершенно различная от тех людей, которые его просят. И в этой группе люди, которые хотят помочь, или которым нужна помощь, получается, могут связаться. И мне кажется, социальная сеть – это такое необычное явление, где люди, которые не могут попасть на телевидение или радио, они могут вот так вот связаться очень быстро и получить друг у друга информацию. Я думаю, что эта группа у него еще будет развиваться, и многим поможет. Также в новостях мы сейчас пробуем кому позвонить. А, сейчас мы попробуем позвонить моей подруге, с которой у нас обычно общение очень близкое, и обсудим просто новости, которые мы видим каждый день ВКонтакте. Юля тоже занимается зоозащитой, помогает мне в группе «Приюта Лапушка». Мы с ним часто вместе ездим, возим туда-сюда животных по городу, вот, либо поймем какие-то вещи, ну, и по возможности вот помогаем. Юля там через своих знакомых нам помогает пристраивать щенков иногда или котят. Вот. Ну, это все Юля делает по вечерам, а днем она инженер. Алло. Алло, Юль, привет, это Саша Степанова. Юля, у нас сейчас репетиция такой передачи, где надо уложиться примерно в 5-7 минут и обсуждать какие-то новости. Ты слышишь меня? Так, ну я ничего не слышала, это вообще кто. А я вот тебя хорошо слышу, а ты меня нет. Алло. Ой, понятно. Алло. Да, это точно была она. Надо ее еще раз перенабрать. Я ее по голосу-то узнаю, потому что с ней я как раз общаюсь очень часто лично, не только ВКонтакте. Вот. В ВКонтакте мы с ней переписываемся днем на работе. Да, сейчас скажу, что я звоню с чужого телефона, чтобы Юля меня опознала. Алло. Алло, Юль, сейчас слышишь лучше? Алло. Алло. Ты не слышно. Ну как тебе не слышно? Алло. Это что, у вас там на крохолях нет телефонной связи? Она не слышит. Ну ладно, Юль, я тебе потом позвоню. В общем, я хотела с Юлей обсудить такую новость, которая часто появляется в социальных сетях, это новость про то, что собираются утопить щенков-далматинов, и их срочно надо забрать. И чаще всего эта новость появляется без указания, в каком это городе. И если пройти на страницу того человека, который это размещал, то у него там никакой информации, собственно, по щенкам и нет. И мы с Юлей хотели предупредить всех, чтобы вы не велись на этот развод, когда отдают бесплатно породистых щенков. И чаще всего это телефонное мошенничество, когда просто снимаются деньги за каждый звонок. Вот такое аналогичное сообщение недавно появилось. У него было, по-моему, порядка 70 или 80 тысяч лайков. Соответственно, было достаточно большое количество звонков. И сколько мошенники получили за это денег? Ну, я думаю, что очень такое существенное количество. Мы размещаем в своей группе, конечно, об этом информацию всегда, но просто не все на это обращают внимание. Сейчас мы поговорим к другой моей подруге. Алло, не слышно. Алло, Жень. Алло. Не слышно, не подает признаков жизни. Надо еще раз, наверное, набрать. Женя Талерова – это моя подруга, с которой мы вместе учились. Она работает юристом. И мы с ней часто ходим на обед и обсуждаем какие-то новости, которые мы видим и ВКонтакте, и которые мы узнаем от каких-то своих друзей, которых случайно встречаем. И, конечно же, хотелось бы российскую газету в том числе с Женей обсудить. Вот, сейчас звонок идет, но трубку не берет. Сейчас взяла трубку. Вот, скайп нас подводит в плане связи. Хотела бы я с Женей обсудить новость, которая действительно сегодня меня впечатлила в социальных сетях. Эта новость была из федерального выпуска российской газеты о том, что, ну, заголовок такой был «Российская пермская полиция заплатит миллион рублей за информацию о серийном убийце. Преступник входит в квартиры к пенсионеркам и хладнокровно убивает их». Вот, я прошла по ссылке на страницу российской газеты в интернете и прочитала полностью статью. Оказывается, что этот человек убил уже более 30 пенсионеров. И самое, не знаю, страшное и удивительное, что он даже не пытается завладеть их имуществом, а делает, видимо, это из каких-то мотивов садистских. «Алло, Жень, ты меня слышишь?» «Да, ну, плохо. Это кто?» «Это где?» «Это кто?» «Это Саша Степанова». «А, ты что?» «Вот, я тебе звоню с другого телефона просто». «Я с работы еду». «А, ты на машине сейчас?» «Да, да, да». «А ты можешь припарковаться минут 5-10 со мной поговорить?» «Подожди, сейчас я до сюда доеду, тебе перезвоню, ладно?» «Нет, нет». «Верну за угол, перезвоню, ладно?» «Ну, хорошо. Давай я тебе перезвоню, когда ты завернешь. Сейчас Женя припаркуется, и мы эту новость с ней обсудим. Я прочитала приметы убийцы. На вид 27-33 года, рост 170 см, худощавое телосложение, волос темные, глаза темные, нос прямой, губы средние. И там, на странице российской газеты ВКонтакте, был расположен его фоторобот. Ну, икровенно говоря, такой фоторобот, что он похож, ну, не знаю, на каждого третьего, наверное, молодого человека. Такое достаточно обычное лицо, обычные волосы, и изображен он в обычной толстовке. Вот, хотелось бы поговорить о том, насколько вообще безопасно жить людям в Перми, особенно пожилым людям. Получается, что он нападал именно на одиноких пенсионерок в возрасте 75-90 лет, которые проживали в хрущевках. То есть, это, видимо, какие-то районы, достаточно такие неохраняемые и неблагополучные. И люди, которые проживают, одни. Вот. Вот эта новость, получается, попала в федеральные СМИ из Пермского края. И я считаю ее достаточно существенной. Хотя бы для того, чтобы предупредить своих, может быть, соседей, знакомых, бабушек и дедушек, которые живут одни. Лучше вообще их одних не оставлять, потому что эти люди достаточно доверчивые. И если преступник представляется, например, работником сферы ЖКХ, они спокойно ему открывают двери и так далее. А недавно я слышала об уголовном деле, когда воровали награды ветерана. Причем преступник действовал таким образом, что он приходил к ветерану и говорил, что ему нужно сфотографировать его для размещения на какой-то доске почета. И вот он приходит к ветерану в первый раз, смотрит, что дома внук. Говорит, я вас сфотографирую, берет фотоаппарат, все рассаживает, говорит, надевайте награды. То есть, соответственно, ветеран достает все эти свои награды, надевает. Он его фотографирует, видит, что дома внук и уходит. В следующий раз возвращается, когда дома уже никого не будет, кроме ветерана, и просто говорит ему, у нас там фотография что-то не получилась, засветилась, давайте еще раз перефотографируемся, доставайте свои награды. И вот в такой ситуации он напал на ветерана и ограбил его. Это, не знаю, наверное, самый позорный вид преступности, который только может быть в нашем городе, когда нападают на самых беззащитных людей. И крадут у них самое дорогое, может быть, что они в своей жизни хранили. И, не знаю, что вообще нельзя воровать. Сейчас еще раз попробуем набрать Женю. Алло. Алло, ты припарковалась? Да-да-да, давно уже. Да, у нас такая экспериментальная репетиция передачи, где мы обсуждаем какие-то новости ВКонтакте. Вот, я с тобой хотела обсудить новость, которую я сегодня прочитала и сделала перепост на свою страницу о том, что в Перми неизвестный мужчина молодой, ну там такие приметы, вообще среднестатистический вообще человек, он убивает пенсионеров. Ты не читала это? Нет, я не видела. Ну вот, пермская полиция заплатит миллион за информацию о серийном убийце. Преступник входит в квартиры к пенсионерам и хладнокровно их убивает. Я прочитала новость, открыла. То есть он просто приходит, говорит, я работаю в ЖКХ. Ему бабули открывают, причем бабули божьи одуванчики. Вот божьи одуванчики, там 75-90 лет. Они ему открывают, он на них нападает, убивает и даже ничего не крадет. Вот, как ты относишься вот к этой новости, ужасно. И она попала в российскую газету в федеральный выпуск. Ну как я отношусь, мое отношение? Ну это вообще что-то, как бы это... За гранью добра и зла. Оно вообще очень похоже на какой-то как вот фильм недавно был, да, например, по первому каналу, Горгаз. Вот этот советский маньяк, серийный убийца, который тоже там. То есть он, ну был такой в Советском Союзе, это по реальным, как бы, по реальным событиям в жизни. То есть был такой преступник, который, значит, ходил, говорил, Горгаз, ему открывали дверь, ну потому что, как бы, это уже грозовик пришел. И он убивал тоже, он топориком убивал. А этот не знаю, о чем он убивает, не написано. Понятно. А ты какие новости? А если он убивает, он их грабит как-то, да? Нет, он вот именно, что ничего особо ценного не берет. Я вот недавно слышала про новость, где на ветеранов молодой человек нападал и крал награды. Ну, понятно, что это тоже... Ну да, но вот когда есть нажива какая-то, то, да. А тут он просто, видимо, какой-то маньяк, но чтобы 30 человек убить, и его до сих пор не нашли. Это именно в Перми. В Перми. Или в России. В Перми. В Перми. Какой кошмар. Ну, единственное, мне кажется, что нужны какие-то листовки. Важно быть, листовки... Есть же дивизионов, есть всякие... Вот у меня вот бабушка сейчас тоже на пенсию вышла, есть всякие вот... Где пенсионеры собираются, как бы. У них всякие вечера, да что, как бы. То есть там, обязательно, мне кажется, нужно эту информацию как бы донести. Листовки какие-то развесить. То есть именно вот так вот. Потому что они же телевизор не смотрят, ну как смотрят, но они сериалы включают. Вот обычно пенсионеры включают время сериалов. В 90 лет не очень хочется такие новости смотреть, конечно. Ну, как бы знать, что как бы выходит такой человек, что нужно не открывать. А какой-то район может быть определенный? Нет, там не написано. Просто написано, что по городу вот это происходит. Вот. А ты какие новости видела, читала сегодня? Или может быть у вас на крохолях, на столбах что-то обновилось? Я как бы так, есть на крохолях, на столбах такого. Но я помню, что у нас как-то висели фотографии какого-то неопознанного трупа. Ну, как бы типа, узнайте, кто это. Вот это как бы нормально было. Понятно. А ВКонтакте что сегодня? У вас милиция как бы такие. В ВКонтакте, а я сейчас как-то туда зашла и так особо-то ничего не это. Просто набрела ленту. А что тебя вообще волнует? Особо ничего такого не было. Что меня волнует вообще? Может быть за последние дни что-то читала, что тебя волнует? Может быть в городе, в жизни? Ой, господи, а это так сложно как бы. А я вот тоже здесь делаю, потому что мне в основном не рассказывают какие проблемы. Мне все что-то хорошее рассказывают, друзья мои. Мне только про кошечек проблемы не рассказывают. Ну да, да. О чем-то таком страшном-то как бы нет. Я, конечно, читаю вот эти всякие замены. А, ну вот, вот везде у всех тоже пестрит, это тоже во всех лентах. Про трех педофилов-то в Перми. То, что они детей-то заманивают. Ничего себе. Не читала? Нет. Там тоже три фоторобота, значит, то, что они заманивают детей. Типа, пойдем покормим собачку, там, типа, на рана, и ребенок как бы, он соглашает собачку кормить котяток. То есть они показывают этого котенка собачку конкретного, то есть ребенок садится в машину. Ну, или они говорят, пойдем там, у него друзья, вот, три педофилы. Вот это все мелькает. Про, 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 про этих, про пропадавших детей, как бы, я читаю. Ну, смотрю. Понятно. Когда дети пропадают. Ну, это все это касается Перми, то есть, как бы, я не смотрю, там, Москва, Питер, это тоже попадаются в Ленге. Именно, которые вперми пропадают дети. А что тебя порадовало в новостях? Что-нибудь хорошее? Кроме того, что зима настала. Порадовала? Ну, меня обычно радует какой-нибудь выход нового фильма какого-нибудь, так скажем. Вот что-то вот, как-то так. Сомерки. Ну, вот я же посмотрела. Да, ну, фильм, да что, какие-нибудь такие новости. Ну, театр, ты меня порадовала театром, Александра. Да, мы уже звонили и разговаривали с этим человеком. Надо, по ходу, билет это поскорее покупать, потому что всего один раз этот спектакль будет. Вот и билет на всех кассах. Так что, я думаю, нам хатта надо успеть купить. Тогда, да, да. Вот, вот какие-то такие события радуют, так особо-то что, да? Хорошо, спасибо, Женя. Ну, мы с Женей хотя бы обсудили не то, что все у нас плохо в Перми, а то, что у нас все культурные события тоже происходят. Вот, сейчас, просматривая свою новостную ленту, я могу увидеть новости Музея искусства. Паблик-арт, программа Музея современного искусства Пермь, которая представляет проект Терезы Химер. Двойное. Надо открыть новость, чтобы увидеть, что будет в нашем Музее искусства. Вот, снова российская газета. Законодатели хотят защитить граждан от ночного шума. Авторы проекта составили перечень вредных звуков, в число которых вошли ремонтные и строительные работы, включенные телевизоры и магнитофоны. Тихий час с 23 часов до 7 утра. Я вот часто просматриваю новости российской газеты. Иногда они бывают адекватные, иногда вообще абсурдные. Вот, сейчас мы позвоним моей подруге Ксении Шишкин, с которой мы совместно в социальных сетях занимаемся помощью частного приюта. Я еще раз не поняла. Алло, Ксюша, привет, это Саша. Ага. Вот, я с тобой хотела обсудить новость, которую я недавно увидела в группе. Сейчас я еще раз ее посмотрю. Там написано, что у приюта Лапушка, частного приюта, который находится на Гаеве сейчас, вообще нет дома. Вот расскажи, что произошло. Дело в том, что в связи с большим количеством заявлений, которые поступали от соседей в адрес хозяйки приюта, неоднократно была отравда собак на территории приюта. То есть соседи перебрасывали мясо отравленное, из-за чего погибали. И как еще ники, так и взрослые собаки. Было принято решение приюта переехать. Начали искать дом. Причем не просто дом, а именно дом, изолированный от людей. И где-нибудь, не знаю, в поле, и земли, чтобы было побольше. Так как приют стоит на шестисотках. То есть мест для животных очень мало, вольеры маленькие. Причем животные пребывают, так как их приют подбрасывают животных. И люди сдают. То есть постоянно идет поток животных. То есть пристраивать не усывают. Был найден дом. Недалеко от Кукуштана. То есть в чистом поле. Видит избушка, пробиваемая семя затрагивая. Это в плохой крыше. Ну, короче, дом, скажем так, не очень. То есть в доме особо жить-то как бы неудобно. А Галина-то Петровна хозяйка. Она в нем бы предполагала жить все равно? Да. Она сказала, ей важно, как было бы состояние животных. То бишь, она, в связи с тем, что у этого дома была земля, один гектар, и земля уходила в лес. То есть был план поставить вольеры, так, штук 20, причем просторных. Еще бы осталось, остался выгул, место для выгула. Потому что сейчас нам на шестисотках сидят азиаты, крупные дворняги. Им надо гулять, как-то, не знаю, прыгать, и они сидят на этих метрах. То есть с собакам от этого как бы плохо. Вот. Была собрана сумма. Ну, как собрана? Продавцы этого дома поставили такое условие, что первую стоимость вноса в размере от 1,5 до 1,7 миллиона, это первый внос. Дом стоил 3200, по-моему. Будет передан единоразово, то бишь, эти деньги, как первый взнос, остальные деньги, которые стоят дом, будут даны в рассрочку. То бишь, на год или в какой-то период, деньги вы в рассрочку как бы нашли, нашли бы, то есть, если бы было время. Галина Петровна, недолго думая, договоренность была устная. Ну, то есть она свой дом продала, все оформила по закону как надо, а фактически договора письменного о покупке нового дома вообще не было? Нет, нет. И то есть сейчас в подвешенном состоянии все осталось? Да. То есть и сейчас стал вопрос в том, что этот миллион 700 есть у соседей, у новых владельцев приюта требований съехать до нового года, так как они приют будут сносить. Денег нет, кроме вот этих вот. И те продавцы поставили условие, что никакой рассрочки они давать не будут, и собирайте все суммы единоразово, иначе как бы сделка не состоится. А срок выезда в договоре указан, когда надо покинуть вот это старое помещение? Покинуть она должна была приют еще через месяц после заключения сделки. Но людям, видать, не сильно надо было тогда дом, то есть они поставили условие до нового года. А, то есть в договоре еще раньше, да? Да, в договоре еще раньше. А сейчас они уже не пойдут, да, еще на уступки подождать, там какой-то период, пока ищется новый вариант хотя бы? Как бы с тем-то вариантом, который под Кукуштаном, мы благополучно проводили, потому что, ну, это нереально так быстро. Начали искать другие дома подешевле там еще где-то. В сторону Живриев, там есть деревушка, вот в той деревушке вы нашли дом. Но все равно при этом не хватает миллион 200, миллион 300. То есть дешевле, если искали в черте города, в Индии искали, вплоть до Кунгура, то есть по прямой трассе, лишь бы где-нибудь был бы дом. Все равно, если дома есть дешевле, это либо мало количества соток, то есть там же 6-7 соток. Недостаточно земли и везде кругом соседи, везде кругом люди. Может, хотя бы поменьше земли взять? Везде люди, в чем проблема. А, везде круга люди. Да, да. То есть везде деревушки, кооперативы, частные сектора. То есть нет вот такого, чтобы дом стоял посреди поля и туда не можно было ехать. Таких вариантов как таковых нет. А если они есть, то они стоят от 5 до 7 миллионов. Понятно. И что сейчас вот происходит? Ну, ближайшие шаги, то есть помощь в поиске вот этого участка и помощь в заборе денег. Да. А если их не собрать, то что будет? То будут покупать дом, вот этот вот, который в сторону Жабриев, в этой деревушке, там тоже. Там деревня полувымирающая, то есть людей как таковых там нет, там живут пенсионеры. Также, опять же, один диктант Эмилии. И опять же, худенький, плохонький домик. Вот. То есть сейчас, в основном, на него как бы ориентир идет. Мы пытаемся собрать сумму, хотя данную сумму миллион 300 собрать не просто нереально, и очень тяжело собрать. Потому что уже задействованы везде, нам предложили выступить тут на телевидении. И вот, собственно, все друзья у нее, кто когда-либо ей помогали деньгами, кормом, все задействованы в поиске вот такую сумму. Но дело в том, что до выезда остается всего ничего, сама понимаешь. Просто нет возможности куда-либо забрать животных. То есть те животные, кошек потихоньку как бы более-менее раскидывают. Проблема с собаками. Собак инвалидов и породистых собак, которые она покупала сама, так как еще до приюта она собирала, покупала себе животных, азиаток, козов. То есть это все ее животные. А вот те животные, которые уже были приняты... Ну, то есть там около 40 бездомных, да, сейчас живет? Да, да. То есть она не знает, куда их девать, их кормить уже нечем, потому что сбор средств, в основном деньги идут на покупку дома, то есть копятся. То есть собак кормить особо-то нечем. Им сократили кормежку чуть ли не в полтора раза. Ну, то есть сейчас надо в первую очередь актуально найти ходяев еще этим собакам. Да, то есть если есть какие-то люди, которые готовы... Есть очень много хороших собак. Есть как охранные, есть так и квартирные собачки ниже колена. То есть если кто-то может взять собак к себе на ПМЖ, на передержку, это было бы просто замечательно. Понятно. Ну, эта информация вся в нашей с тобой группе размещается. И спасибо тебе за разговор и за обсуждение этой проблемы. Сейчас мы обсудим еще одну интересную инициативу девушки, которая тоже развивает ее в социальных сетях. Девушку зовут Кассандра Алекс. И она помимо того, что учится, работает и занимается клубом любителей крыс, она организовала группу «Антимех Пермь». Сейчас мы попробуем до нее дозвониться. А пока я просматриваю группу, которую Кассандра ведет, в группе 150 человек. И группа посвящена тематике определения настоящей цены меха. «Меха – это кошмар для животных и природы», пишет Кассандра. Размещает различные посты, в которых указано, как производятся шубы, какие проблемы это вызывает. И вот целью этой группы, насколько я знаю, она ставит агитацию жителей Перми за отказ от меха пушных животных. Видимо, сейчас Саша занята, не можем до нее дозвониться. Но она в рамках своего проекта личного, который никак не финансируется, она участвует в благотворительных ярмарках. На доход от этих ярмарок она выпускает зоозащитные стикеры, например, формата «Посмотри в глаза своей шубе, где изображены лисята». Помимо этих стикеров она будет распространять еще какие-то информационные листовки. И еще она со мной делилась такой задумкой, как организовать одиночные пикетирования около магазина «Дамла», например, или снять видеоролик о том, как относятся жители Перми к натуральному меху. То есть она планировала найти через социальные сети оператора, журналиста-ведущего и такой ролик смонтировать, когда, допустим, рядом с меховым магазином... Алло? Алло? Сейчас мы еще раз пробуем до Саши дозвониться. Да. Алло, привет, Саша, это Саша Степанова. Ты меня слышишь? Это Саша Степанова. Да. Привет. У нас разговор буквально на одну минуту в формате интернет-телевидения. Мы звоним и обсуждаем новости. Я вот хотела с тобой поговорить по поводу новостей в группе «Антимех Пермь». Вот что случилось буквально за одну минуту за последнее время? Что вам удалось сделать? Может быть, какие-то макеты стикеров, или они уже готовы? Подожди, я плохо слышу вообще. А, ты плохо слышишь? Я тебя хорошо слышу. Еще раз. Скажи, а стикеры уже готовы? Че? Плохо слышно. Стикеры не готовы, потому что я не могу степиться с перегонами. Ну, по сути, ну, короче, он отпечатал пробных, сказал, что много мяса, но, в принципе, как бы, и все это, как бы, не печатать. То есть, не нужно встретить, если... Да, раз что, я тут пахнула меня. Сные стикеры в первую очередь печатаешь? Ты, говорю, первым делом карабанта стикеры выпустила? Связь прервалась. Ну, в общем, какая-то определенная часть стикеров у Кассандры готова, и новости о ее деятельности можно будет следить по ее социальной странице ВКонтакте. Вот, мы сегодня узнали несколько примеров о том, как мои друзья через социальные сети сами организуют какие-то группы, собирают единомышленников и приступают к активным действиям, которые происходят в реальном времени уже на улицах в Перми, которые мы можем увидеть и, может быть, каким-то образом ощутить. Это была свобода слова. Александра Степановна, до свидания.